Весеннее обновление космического масштаба. Более 20 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике. Традиционно его проводят в преддверии Дня космонавтики. На уборку города вышли муниципальные служащие и глава Самары Елена Лапушкина. Гагаринский первый в череде общегородских субботников в апреле. Искренне люблю этот месяц, поскольку он позволяет наш город привести к летнему сезону, чтобы он показал всю свою красоту, всю свою зелень, всю свою газону, все свои парки, скверы. Очень люблю сама красить, поэтому сегодня принимала с огромным удовольствием участие в этом субботнике. Глава города и около сотни сотрудников разных департаментов администрации наводили порядок в сквере Фадеева, который прилегает к дому номер один по проспекту Ленина. В народе его прозвали Дом Козлова, поскольку история этого здания началась в 1961 году с приказа главного конструктора завода «Прогресс» Дмитрия Козлова, который затем и сам жил в этом доме, а также участвовал в создании сквера. Символично, что именно с этого общественного пространства начинаются акции по уборке города, ведь даже само слово «космос» в переводе с древнегреческого означает «порядок». На внутригородских районах, на тех территориях, которые закреплены за районами, инвентарем обеспечивает сам район. Там, где работает на общественных пространствах город Зеленхоз, муниципальные предприятия МП благоустройства, в парках Самары, в самой парке, ну то есть набережные, естественно, сами набережные. Мешков, лопат, грабель, всего хватает. Александр Наумов работает в городском департаменте спорта. Вместе с коллегами тоже вышел на субботник. Зима закончилась, в этом году зима была очень снежная, и очень много парков, скверов остались еще в остатках снега, и нужно было упрать, помочь, чтобы детишки могли выходить играть, чтобы люди спортом могли заниматься. Сквер Фадеева в 2019 году благоустроили по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе рейтингового голосования именно этот сквер тогда занял лидирующие позиции. После проведенных работ здесь появился уникальный детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами. В сквере установили современные скамейки, навесы от солнца, на дорожках смонтировали плитку, оборудовали каскад спортивных площадок, уложили современную беговую дорожку. Напомним, что именно жители выбирают, какой парк или сквер необходимо привести в порядок. Уже с 15 апреля начнется голосование за объекты, которые будут благоустраивать в следующем году. Свой голос можно отдать до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру, пройдя авторизацию через госуслуги. В голосовании будут участвовать 20 общественных пространств по всему городу. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.